Древний Менгир Волна самоубийств прокатилась по Хакассии. Свести счеты с жизнью только за последние дни решили 6 человек. В разных районах, разного пола, возраста и причины у всех разные. Что это, сезонное обострение или страшная тенденция последнего времени? Эти же вопросы специалистам задал Константин Кравцов. Для небольшой Хакассии 6 самоубийств за 4 дня цифра несомненно тревожная. В Таштыбском районе застрелился мужчина из-за ссоры с невестой. В сарае от безработицы повесился житель Абазы. В Бее 15-летняя школьница в бане обнаружила повешенной свою мать. К слову, Бея отметилась дважды. Также Черногорск и Шира пополнили печальную статистику. Всего же, по данным правоохранителей, с начала года в Хакассии зарегистрировано более 300 суицидов, включая попытки. Практически во всех случаях обстоятельства самоубийств свидетельствовали о добровольном уходе людей из жизни. Вместе с тем, в первом полугодии 2013 года в двух случаях были возбуждены уголовные дела по статье доведения до самоубийства. Наиболее распространенными причинами самоубийств являются физические и психические заболевания у людей, проблемы в личной жизни, внутрисемейные конфликты, финансовые трудности. Между тем, психолог Сергей Акимов уверен, те самые причины, о которых самоубийцы сообщают в записках, вовсе не причины, а поводы. Проблему психолог видит глубже, ведь оказавшись в сложной жизненной ситуации, не каждый полезет в петлю. Склонны к этому люди, имеющие депрессивные черты характера, склонны к депрессиям. Те, у кого снижен уровень серотонина. И это, наверное, на мой взгляд, может быть основная причина, то есть депрессия. В первую очередь депрессия. Помочь потенциальному самоубийце остаться на белом свете могут, например, родственники или близкие. Меж тем, в Хакасии больше года существует телефон доверия. Набираем номер, заявляем, что готовы на суицид из-за размолвки с девушкой. На том конце провода психолог. На тему «быть или не быть» по телефону доверия можно разговаривать довольно долго. И в итоге, возможно, психолог поможет. Но, как правило, звонят им единицы. Так или иначе, на сегодня полумиллионная Хакасия занимает третье место в Сибири по количеству самоубийств. Оставив позади мегаполисы, например, Новосибирск или Красноярск. Константин Кравцов, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Минздрав Республики отреагировал на проблему нехватки льготных лекарств. На днях была организована дополнительная закупка препаратов. В первую очередь сделан запас инсулина и лекарств для онкологических больных. Затрачено около 30 миллионов рублей. Большая часть средств из республиканского бюджета. Напомним, по информации специалистов Минздрава, проблема обеспечения льготными лекарствами сложилась из-за высокой средней стоимости рецепта – около 2000 рублей. Дефицитные лекарства закупаются в первую очередь, поэтому на общедоступные препараты для льготников средств не хватило. Косвенными виновниками проблемы называют и федеральных льготников. Эти больные выбирают вместо лекарств денежную компенсацию, а необходимые препараты получают из региональной доли. Законодательно запретить это делать нельзя. Поэтому сегодня с дефицитом приходится бороться на средства регионального бюджета. Еще один потерянный Мингир уже завтра займет свое исконное место. Речь идет о священном каменном изваянии, которое было обнаружено в долине неподалеку от села Кызлас Аскийского района. Сегодня, соблюдая все национальные обычаи, началась церемония установки древней стеллы. За процессом вместе с учеными, представителями совета старейшин и местными жителями наблюдали и наши корреспонденты. Сколько десятилетий этот неприметный камень пролежал в поле неподалеку от Кызласа, сказать сложно. Есть предположение, что его снесли в эпоху освоения целины. Позже, когда интерес к истории возник вновь, ученые установили – изваяние необычное. В древние времена у Мингира проходили родовые обряды. Подтверждение тому найдено рядом жертвенный камень. После многолетнего перерыва ритуалы вновь продолжатся. Чтобы поднять каменную фигуру, сегодня в долину приехали ученые, представители совета старейшин республики. Попросили землю, разрешение поставить его на исконное место. Когда устанавливаешь, это для благосостояния и чтобы у людей все было хорошо, без всяких там проблем. То, что зона расположения камней является местом загадочным, местом силы, никогда не было секретом, говорят шаманы. Эти слова подтверждают и ученые. Правда, объясняют положительное и отрицательное воздействие камней на человека именно с научной позиции. По наблюдению археологов, расположено изваяние в местах геологических разломов. Удивительно, что древние люди, не имея специального оборудования, чувствовали магнитное излучение земли. По словам Николая Кузнецова, найденный в долине камень тоже когда-то располагался в месте силы. Когда начал изучать место стоянки этой мингиры, обнаружил гипотогенную зону положительное действие. Она такая же зона, как Хуртеактас, который стоит, или Салбыкские ворота. Зона идет в широтном направлении здесь. Ширина этой зоны 17 метров. Уже завтра предстоит установить священный камень на исконное место, куда именно определили ученые. Позже этот мингир, как и три других, несколько раньше поднятых в этой долине, нанесут на специальную карту каменных извояний. Организовали исследование этих мест, установки этих мингиров, чтобы именно четко нанести их на карты, где зафиксировать, что вот эти места положительные, здесь положительные, здесь отрицательные, чтобы ориентировать население. Этот мингир один из многих сотен, который официально учтен учеными Хакасии. Но по подсчетам специалистов, потерянных одиноких камней может быть еще около 300. Некоторые уже найдены, к примеру, прошлым летом установили камень на холме недалеко от Алахолу Стабаканского района. Теперь мингир передан под опеку местных жителей. Наталья Громашова, Альберт Кулумаев, Михаил Окунев, Вести Хакасия. В Хакасии будут судить банду скотокрадов, которая весной этого года буквально терроризировала села двух районов – Багратского и Аджиникидзевского. Организовал ее местный житель сразу после условно-досрочного освобождения из тюрьмы. К незаконному промыслу привлек знакомых, тоже ранее судимых. Преступники хорошо ориентировались на территории районов, умели быстро забивать и разделывать туши коров. С марта по апрель они совершили шесть краж КРС. На дело выезжали на машине, вооружившись топорами и ножами. Однажды посягнули и на стадо овец. Общей сложностью ущерб владельцам скота составил больше 140 тысяч рублей. На днях дело будет направлено в Багратский районный суд для рассмотрения по существу. Добавим, за совершенные кражи молодым людям грозит до 10 лет лишения свободы. А в Абакане полицейские задержали квартирного вора. Мужчина подозревается в нескольких эпизодах краж. Главной уликой для полицейских стали вещи, похищенные из квартиры дома по улице Некрасова в середине сентября. Тогда добычей преступника стала цифровая техника, золотые украшения и пневматический пистолет. О пропаже заявили родственники хозяев квартиры, которые присматривали за ней во время отъезда владельцев. В ходе следствия установлено, вор пробрался в квартиру на втором этаже через окно. Задержанный молодой человек, житель столицы республики, ранее был судим за аналогичное преступление. В ходе обысков были найдены вещи, доказывающие его причастность еще к трем кражам. При том, что часть похищенного он уже успел сбыть. Полиция разыскивает Анатолия Михайловича Чучелина, бывшего председателя садового товарищества «Южное». В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Напомним, председатель прославился на всю республику, когда выяснилось, что грантовские деньги, около 700 тысяч рублей, он потратил не на общество, а на личные нужды и жриц любви. Расследование дела завершено, но подозреваемый упорно избегает сотрудников полиции. МВД обращается ко всем, кому может быть известно местонахождение Анатолия Чучелина. С просьбой сообщить информацию по телефону, которую видите на экране. Одна из самых узнаваемых современных достопримечательностей Хакассии – Братский мост. В этом году отметила юбилей 10 лет со дня открытия. Кроме того, это сооружение – одно из немногих в республике, название которому придумал народ. Этот мост в Хакассии самый известный, он называется Братский. Мост проходит через реку Енисей и довольно-таки символично соединяет два соседних региона – Хакассию и Красноярский край. Дружеские отношения, как родство, Красноярский край Хакассия. Хакассия же раньше вступала в Красноярский край, считалась юг Красноярского края. И друзей привез показать. Память, наверное, и честь этому мосту отдать. Братский мост без посетителей не бывает практически круглые сутки и в любую погоду. Конкретно эти люди – жители Абакана, которые своим гостям из Красноярска приехали показать символический мост. Это создано для культа, это интересно. Вот это как раз ценность семейных отношений, ценность дружбы. Название Братский официальное, хотя его автор – народ. Мост открыли в 2003 году, его строили два брата – Александр Лебедь и Алексей Лебедь, которые на тот момент являлись главами Красноярского края и Хакассии соответственно. В честь них по обоим берегам Енисея установлены стеллы. Белые лебеди летят навстречу друг другу. Помимо всего прочего, мост принес и явную практическую пользу, потому что с его появлением разгрузилось автомобильное движение в Абакане. Мост стал частью объездной дороги города. Урожай в Хакассии в этом году не вызывает особых опасений. Сегодня на полях республики началась уборка моркови. Картофель выкопал на площади более чем в 400 гектаров. Всего собрали уже почти 2000 тонн овощей. Урожай моркови, к примеру, в отдельных хозяйствах ожидается несколько выше прошлогоднего. Такая же ситуация со свеклой. Больше всего овощей планируют собрать в Устебаканском районе. Здесь сосредоточены основные сельхозплощади. В целом уборка овощей в регионе завершится ориентировочно 20 октября. Почтальоны республики сегодня с раннего утра тоже навещали одиноких пожилых людей. Цель визита – вручить подарки, поблагодарить за многолетний труд и пожелать благополучия. Вместе с работниками отделений связи в гости к пенсионерам отправились и наши корреспонденты. Сувениры, игрушки, сделанные своими руками, а также сладкие сюрпризы жители городов и сел приносили в отделение связи в течение месяца. Именно почтовики выступили организатором всероссийской акции «Ты не один». Наша республика включилась в нее в этом году впервые. Сегодня почтальоны с подарочными свертками в сумках отправились по адресам. По Абакану у нас их 20 человек. Это люди пожилые, одинокие, у которых никого нет. То есть мы хотим им радость привести, чтобы слезы счастья у них появились на глазах. В поздравительном списке Мария Юшкова. Как и все сегодняшние адресаты, женщина живет одна. Поэтому самые дорогие гости в доме – знакомый и социальный работник. Визит почтальона с подарками Растроглой в то же время порадовал Марию Терентьевну. Принесли подделочки вот такие-то вам. Вот спасибо, спасибо, спасибо. Открыточки вот такими своими руками они делают для вас. Ой, спасибо. Дай Бог им по моему разуму. А в этой квартире почтальона встречала Нина Миллер. За плечами женщины более полувека работы в школе. Вспоминает и выйдя на пенсию, не оставила учеников. Еще 14 лет учительствовала. Поэтому сегодняшние подарки, которые школьники сделали своими руками, особенно пришлись по душе Нине Алексеевне. Большое-большое-большое спасибо. Я очень благодарна. Ну что, я теперь уже не пожилой, а старый человек. Мне 91 год. Поживем еще сколько, сколько Бог даст. Спасибо большое, мои хорошие. Еще одним пунктом назначения почтовиков стал пансионат ветеранов. Здесь проживает сегодня несколько сотен пенсионеров. Родные и близкие есть не у каждого. Поддержать одиноких пожилых людей приехали работники отделения связи. С собой привезли массу открыток, рисунков, а также чайные наборы от специалистов Госкомитета информатизации. Поздравительные почтовые машины сегодня курсировали во всех городах и районах республики. Подарки вручили нескольким сотням одиноких людей пожилого возраста. Наталья Громашова, Антон Новожилов, Вести Хакасия. К этому часу у меня все. Напомним, смотрите новости и на нашем сайте вести. Не пропустите главного. Хороших вам вестей. Увидимся.